Хвойный экстракт за счет содержания большого количества кардиноидов Обладает провитаминами коферментативной активностью Как вы знаете, кардиноиды – это очень мощные антигипоксанты, антиоксиданты Это бета-каротин, провитамин А, лютеин, зеоксантин, ликопин и хлорофил А и В Это являются продуктами световой стадии образования хлорофила В и хлорофила А Поэтому все эти промежуточные компоненты мы обязательно используем в составе гелия Они улучшают обменные процессы и восстановление тканей и дают витаминную активность Ментол – это антисептическое средство, охлаждающее, анестезирующее В данном случае он применяется для того, чтобы обладать охлаждающим эффектом Поэтому при хранении геля в холодильнике, как мы это рекомендуем Конечно же, свойства ментола за счет его кристаллизации будут усиливаться Он будет обладать достаточно выраженным охлаждающим эффектом Например, это полезно детям при дентации или пациентам после хирургических манипуляций Когда уже имеет место реактивный отек Также он входит в состав обоих гелей Эвгенол – это увлажняющее, смягчающее и эластическое средство Оно улучшает состояние волокон эластина Для того, чтобы сделать кожу... Ну и применяются косметические средства, где мы можем встретить его достаточно часто В данном случае мы применяем его больше для слизистых Если мы применяем гель при каких-то поражениях слизистых, то эвгенол Он будет как раз улучшать эластические свойства Это терпеновое масло Само оно по себе гидрофобно, поэтому легко всасывается через слизистую Легко там удерживается и достаточно плотно И проходит слой фосфолипидов в мембран клеток и повышает эластичность мембран Что для нас очень полезно за счет придания вот этих механических свойств Хлоргексидин По стандарту продонтологической помощи и при хирургической практике Мы обязаны иметь в составе компонент химического соединения антисептического действия Как золотой стандарт, здесь был выбран хлоргексидин в концентрации 0,12% Для того, чтобы иметь возможность применять его до трех недель Если это требуется, например, у продонтологических пациентов Хлоргексидин обладает неспецифическим антисептическим действием Достаточно широкого спектра действия Механизм он заключается в установке рибосомального синтеза И изменении свойств цитоплазмы бактериальной клетки Эти оба механизма совместно За счет того, что содержит активный хлор, как ошибочно некоторые Он входит только в состав геля с антисептиком, с хлорофилом и хлоргексидином Максимальный срок приема – это 21 день в концентрации 0,12% Это бактериоцидная концентрация, поэтому мы его применяем Экстракт осиновой коры Это очень интересный компонент Он обладает за счет большого количества биологически активных веществ В первую очередь солицин, алкалоид осины Это полифенольные соединения, это дубильные вещества Он обладает достаточно мощным антисептическим действием К которому нет механизма привыкания Заключается он в изменении проницаемости клеточной стенки бактерий Дубильные вещества действуют своего рода, похоже, как действует анестезия Они блокируют фосфолипиды мембрандочных клеток Изменяют их проницаемость, поэтому они проходят на нервные импульсы А в нашем случае нарушаются обменные процессы бактериальных клеток Потому что нарушается транспорт жидкости, газов и различных активных компонентов И выведение остатков жизнедеятельности бактерий Поэтому они достаточно быстро умирают И что приятно, механизма, который мог бы адаптироваться к этому действию На сегодня не существует, никогда не существовало Поэтому экстракт осиновой коры обладает достаточно выраженным антисептическим действием Сопоставимым абсолютно с химическими компонентами на сегодня Но поскольку эти исследования находятся на сегодня еще в работе Вот так уверенно ссылаясь на публикации, я пока не могу об этом сказать Поэтому он входит в состав геля, который применяется вне острого периода И не рекомендован для ухода за полостью рта после хирургической практики Он используется как профилактическое средство, достаточно выраженное И по нему уже есть ряд публикаций, которые я расскажу в следующих наших вебинарах И дегидрокверцетин Это очень мощный, это производная рутина Рутин, кверцетин и дегидрокверцетин Они между собой достаточно близки по эффективности Антиоксиданты, антигипоксанты Ну и дегидрокверцетин является еще венотоником Вы можете встретить его в средствах для лечения профилактики тромбофлебита Как пероральных, так и мазей, мазей в гелях и так далее В различных мягких формах выпуска Он улучшает отток крови именно по вену То есть он выводит на уровне микроциркуляторного русла Оттуда все остатки репарации и регенерации И он уводит эти ашионы И улучшает трофику и питание парадонта Снимает отек и так далее Повышает эластичность стенки сосудов и ее кондиционности Какие направления действия мы получили в итоге Разрабатывая наш гель Первое, это, конечно же, иллюминация из раны мертвых остатков Это и детритная масса, это умершие клетки, бактерии Это форменные элементы крови Это иммуноглобулины, нейтрофилы, макрофаги и так далее Очень много различных соединений, целый бульон Это компоненты биопленки Это лактоферин, лизоцин Иммуноглобулины я уже тоже называл Это остатки щелочной Вот этой среды Натригидрокарбонат и много-много еще чего Второе направление действия Это участие в процессах обмена тканей За счет такого большого коктейля Антиоксидантов, антигипоксантов Конечно же, стимулируются процессы дыхания И кислород, который непосредственно поступает В эту зону за счет переноса медными производными хлорофилла Конечно же, также участвует в процессах дыхания и восстановления Репарации тканей В процессе репарации у нас образуются также продукты Обмена веществ, что понятно И нам необходимо их выведение И компоненты, входящие в состав обоих гелий Также будут обеспечивать этот эффект Неспецифическое иммунное воздействие Здесь происходит в первую очередь Опять же, за счет кислорода В присутствии которого идут активнее Все иммунные процессы, в том числе Именно неспецифическая защита Ауторегенерация десны и слизисты Это тот результат, которого Или тот механизм, которого нам удается добиться Потому что мы не насильственно подстегиваем иммунитет А мы именно способствуем ауторегенерацию То есть нормы физиологические За счет создания условий в тканях За счет состояния ткани Улучшение трофики питания Обменных процессов Правоснабжения микроцеплеварного русла Наступает именно ауторегенерация И нормализация дыхания Обмены клеток в дальнейшем Чем обеспечивается длительная ремиссия После вмешательств кабинетов Например, у пациентов с пародонтитом По каким клиническим признакам Мы поймем, что действие гелий наступает Что оно имеет место Первое, конечно же, нормализуется Состояние десны Как мы посмотрели на первом примере Десна визуально При осмотре или тактильном осмотре Она уплотняется, что достаточно выражено Восстанавливается структура нормальная десны И слизистой Наступает эпитализация В норме обычно наступает эпитализация С четвертого по седьмой день Если у нас нет никаких отягощающих факторов Или общесоматических проблем пациента И так далее Каких-то полярных состояний Или фенотипических особенностей По которым происходит Или особенности образа жизни При применении геля Мы наблюдаем В подавляющем большинстве случаев Именно на четвертый день Образования эпителия Достаточно хорошие Толщины, слои, состояния ткани И параллельного роста Микросиркуляторного сосудистого русла В этой зоне Улучшение трофики и питания Как мы это понимаем Мы видим, какой становится цвет десны Он становится нормальный бледно-розовый А в зоне, где у нас Имеется слизистая Мы видим, что сосудистая сетка Достаточно активная Она не отечна Сосуды не полнокровные Они в нормальном тонусе То есть проницание сосудистой стенки Обменные процессы с тканями Они проходят также достаточно активно Воскулиризация В том случае, где речь идет о хирургическом приеме И восстановлении мягких тканей После операционного разреза Мы наблюдаем, что отечности И гиперемии у нас нету Воскулиризация наступает быстрее И реактивный отек также уходит За счет стимуляции Венозного оттока И микросиркультурного русла Ну и что приятно Гель за счет своих компонентов Нормализации флоры Очистки раны Он дезодорирует полость рта Поэтому неприятный запах Академность симптомов Он исчезает достаточно рано Способ применения гелий Фитодент, период гелий Условия хранения Рекомендации Необходимо тщательно высушить Слизистую марлевую тампон Или ватным диском Или участок десны И нанести тонким равномерным слоем Из носика или инструментом Или пальцем в перчатке Или пациента делать самостоятельно Или с какого-либо носителя Или срезать кончик Одеть вот эти иглы травматичные Для удобного нанесения Если это зона какая-то удаленная В полости рта Или труднодоступная Третье После нанесения геля Он образует заметную пленку Он тянется Это видно при его нанесении Гель липкий на ощупь И не смывается так просто водой Смывается, если это надо, с кожи То есть он теплой водой Но компоненты, основы Они все-таки устойчивы К элиминации геля К его биодеградации Разрушению в полости рта Даже при температурных условиях Соответствующих ПАЖ, который есть в полости рта И бактериальные флоры Смывать гель не требуется Он будет постепенно удаляться Самостоятельно со слюнной жидкостью Поэтому применение геля Подразумевается тогда, когда Есть длительный период После этого Без приема пищи Ну и каких-то других компонентов То есть обычно гель наносится После еды утром И вечером перед сном Когда все процедуры гигиенические Домашние, они выполнены Ну а пациент в кабинете Соответственно, либо как Самостоятельная манипуляция Либо после хирургического приема Мы его наносим на высушенный участок Слизистой лидизы Нет особых условий Для хранения геля И хранение при комнатной температуре Оно не повлияет на его свойства Но мы рекомендуем хранить гель В холодильнике Для большей вязкости Геля И его охлаждающего эффекта Который нередко нам требуется Именно в кабинетных условиях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова